Иван, Борис, он подозревается в двойном убийстве. Эти подозрения не имеют никакого отношения к моему. Ну? Галочка, скажи, пожалуйста, ещё вот что. Смирнов Борис Александрович уже зарегистрировался на рейс, да? Да, конечно, подожду. Ну? Рейс на Копенгаген задержали по техническим причинам. Пассажиры уже прошли паспортный контроль, а сейчас в отстойнике сидят. Нам повезло, теперь у нас никуда не денется. Давай, рули! Да. А чё, нам через весь город ещё уехать? Да-да, галочка, слушаю. Это точно. Спасибо. Что там случилось? Скорее, не случилось. Смирнов на рейс не зарегистрировался. Как это? Да так! Регистрация закончена, его нет. Смирнов не собирался в аэропорт. Они с папашей нас развели, а билетик взяли для отмазки. Чёрт, я ещё в кабинете у отца подумал. А куда уж машину-то денет, если полетит самолётом? Машина-то ведь спортивная, приметная, рискованная же. Никуда он её не денет. Смирнов поедет в Копенгаген на своей машине. Двух сзади под ним ударом. И сам спрячется, и машину за границу вывез. Если уже не вывез, сам уже давно не в Копенгагене. Нет, пока то всё и сделает. Не успели бы раньше. И билет взяли. На сегодня. Сегодня он уезжает. Ага, может, ты знаешь даже откуда? А где оставляют дорогие машины на время? На автостоянке. Да что ты говоришь, а? Дай мою сумку. Что, обалдело, что ли? Ты что ищешь-то, а? Вот. Ну, телефон какой-то. Это телефон Егорова. Дал мне его Смирнов, а записал он его на бланке. На квитанции от автостоянки. Ну, и что мы теперь будем полчаса стоять, а обсуждать твоё внезапное озарение? Давай лучше разворачивайся. Надо перекрыть границу, не успеем доехать. Ничего, я знаю одного надёжного человека, который работает рядом с ЭДА-постоянкой. Алло? Алло? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...